С вами Ольга и мы продолжаем создавать наш трехмерный мир с помощью юнити. В предыдущей части мы создали террейн или по-русски ландшафт и наложили на него два вида текстур. Основная это трава и вторая это поверхности гор, текстура камня. Вот примерно так у меня получилось. Не совсем это повторяет то, что в примере. Вот я сейчас рядышком размещу. Но в принципе нам абсолютная точность здесь не нужна, во-первых. А во-вторых, мы всегда можем все подправить в процессе. Напомню, что у нас здесь еще все плоско. И сейчас мы как раз таки приступим к тому, чтобы сделать ландшафт с различными возвышенностями, впадинами, теми частями, где у нас будет вода. То есть все это мы сейчас с вами сделаем. Сразу скажу, что когда мы положили террейн, создали этот объект, это абсолютная плоскость. Мы это уже видели, можем еще раз убедиться. Вот я сейчас поверну, размещусь вот так вот. И мы видим, что это плоскость. То есть здесь ничего вообще нет. Вот абсолютно вообще без толщины даже она здесь. А в действительности любой ландшафт, он имеет некую высоту. И мы сейчас это сделаем. Еще в Юнити террейн, вот эта вот плоскость, это можно сказать, что дно океана, что ли. То есть если у нас будут какие-то водные поверхности, мы должны понимать, что мы должны сделать выемку. В этой плоскости мы выемки никакие делать не можем. И поэтому сейчас мы ее сначала всю целиком поднимем, а потом будем уже выбирать из нее те части, где у нас будут водоемы, и приподнимать те части, где у нас будут возвышенности. Сначала мы сделаем полностью весь террейн примерно одной высоты. И дальше будем уже лепить из него более сложные неровности. Для того, чтобы поднять террейн на определенную высоту, есть инструмент «Установить высоту террейна». Вроде бы нелогично стоит первый, потом второй, третий. Мы начали с четвертого инструмента, сейчас вернулись ко второму. Но технологически так действительно удобнее. И здесь вот есть высота, может по умолчанию стоять любая, но вот 20, я думаю, вполне будет достаточно. Мы возьмем большую кисть. Можно самую большую сделать сразу, для того, чтобы полностью, еще раз повторю, полностью весь террейн приподнять. Для того, чтобы было видно, что мы делаем, я сейчас вот так вот проведу, и будет видно. Вот я провожу, и видно, что вот уже приподнимается. Сейчас я буду вид сверху возвращать, и уже видны края. Вот та часть, которая приподнялась, видно, что она приподнялась. Вот если я сейчас поверну вот таким вот образом, вот мы видим вот такую ступенечку. И просто нажимая левую кнопочку мыши, я толстой кистью полностью делаю всю эту поверхность выше. Она опять же останется в итоге плоской. Ну, можно, в принципе, было здесь вот мне в центре это не делать, поскольку здесь у нас будет водоем. Сейчас мы на картинку посмотрим. Вот здесь вот есть водоем. Ну и, в принципе, я могу сейчас это сделать. Можно сделать немного поменьше размер кисти. И если я установлю высоту 0, то вот я уже сейчас, это я делаю выборку, выемку вот этой вот впадины. Вот она. Пока все еще странно достаточно выглядит, поскольку береговая линия у нас должна быть более плавной, и мы это подправим, но в процессе. И полностью всю форму водоема я не повторяю пока, потому что здесь есть еще такой важный объект. Вот это наша трасса. И я так посмотрела, что сначала лучше ее поставить на ландшафт, а уже потом делать все остальные неровности, поскольку сама трасса, она абсолютно ровная, то есть у нее поверхность должна совпадать вот с ровной поверхностью нашего ландшафта. Ну, даже здесь я немножко перестаралась. Сейчас я снова приподниму, лучше потом я лишнее выберу. Сейчас проверим. Все в порядке. Тут почему-то какая-то тень появилась. Мне пока это непонятно, но в данном случае для нас это и не принципиально. Итак, сейчас мы поставим на наш ландшафт, на наш террейн первый объект. Это будет у нас наша трасса. И вспоминаем, что мы работаем с примером, поэтому у нас в наших ресурсах нашего проекта, в папке assets, в папке примера проекта есть. Папка модели. И вот, в принципе, в этом окошке можно даже увидеть, где, какие модели у нас имеются. Вот модели колес, камни, это столбы и сама трасса. Если вы пытаетесь за мной повторять, вдруг в ваших примерах проектов как-то все выглядит несколько иначе, то вот здесь вот в правом нижнем углу есть такой рычажок. Вот, возможно, вы не видите никаких превью, с помощью которого можно просто увеличить иконки для просмотра. Итак, вот наша трасса. Мы просто ее берем и размещаем на наш ландшафт, на наш террейн. И как-то все выглядит странно, мы ее не видим. Почему? Потому что, во-первых, нужно выбрать инструмент выделения. У нас был выбран другой инструмент для работы с ландшафтом. А во-вторых, объект не видно. Но если мы приблизимся, сейчас постараемся, вот он такой очень маленький. И я тут небольшую ошибку все-таки допустила, потому что он разместился внутрь впадины. Поэтому нам придется его приподнимать, но заодно я покажу дополнительные инструменты. Эту модель нам нужно увеличить. Почему она такая маленькая? Потому что, в принципе, большая не нужна, она хорошо достаточно масштабируется. И большие модели, они будут слишком много места занимать. А при увеличении, в общем-то, все замечательно выглядит. Чтобы изменить размер, у нас есть специальный инструмент Scale. И когда мы начинаем вот так вот двигать, вот наш объект, наша трасса увеличивается. Примерно такого размера она должна быть. Но, опять же, повторюсь, я умудрилась ее поставить на дно нашего водоема. Поэтому вот эта вот часть, она попала вниз. Мы можем в этом убедиться, опять же, повернуть. Вот она там внизу, и еще мост пропал весь. Поэтому мы сейчас выберем инструмент выделения. И по оси вертикальной, вот этой вот, ну просто приподнимем, вот так вот. Чтобы быть абсолютно точным, можно посмотреть в окно инспектор. Почему? Потому что вот в действительности у меня получилось, что трасса сейчас над ландшафтом. Но поскольку мы задавали высоту ландшафта 20, то, соответственно, по координате Y мы здесь тоже можем задать 20. И теперь мы попадем ровно на поверхность, без зазоров. И вот наша трасса размещена. Ну и, соответственно, теперь по другим осям. Вот таким примерно образом. Она должна огибать береговую линию. Сейчас посмотрим, опять же, пример. Вот эта часть у меня почти получилась, а здесь я немножко ошибаюсь. Но, опять же, это не страшно. Это мой мир. Возможно, это моя задумка. Я могу ее сделать таким, этот мир, каким я хочу его видеть. Но поскольку мост у нас один, вот здесь нелогично оставлять спадину. То есть у нас получится, что трасса идет по воде. Поэтому мы сейчас эти все вещи подправим. Я выбрала опять террин. Выберу опять этот инструмент. Для того, чтобы сначала все было ровно. Здесь у нас уже есть 20. Наверное, размер можно сделать меньше. Вот такой вот я сделаю формы. И почему-то мне хочется сделать все-таки эту трассу немножко более большой. Хотя, в общем-то, все похоже на оригинал. Не буду, значит, тратить на это время. Но как это делать, вы уже знаете. И поставлю рядом. Нам необходимо сделать... Ой, сейчас нужно уже 0. Теперь уже, чтобы водоем был вот так. Здесь у нас мост, соответственно, под мостом. Ну и здесь какая-то часть. Сейчас я подправлю. Надо сделать меньше размер кисти. Ножил он очень большой. И нюансы не прорабатываются. Опять я немножко... Вот здесь вот форма у меня другая. Я нарисовала с запасом. Ну, пока оставлю так. Я сделаю просто немножко другую заводь. Вот здесь у меня будет... Вот здесь, наверное, вода. Да, вода у нас есть еще где-то здесь. Таким вот. Какой-то примерно формы. Не обращая внимания на то, что кажется, будто это приподнимается. Это чисто внешний такой вариант в редакторе. Вот здесь тоже. А вот тот я тоже сделаю такое, как будто озерцо. А вот здесь вот приподниму. Ну, раз уж я нарисовала здесь горы. Сделаю пока 20. И вот так вот сделаю. Ну, примерно так. Сейчас посмотрим. Вот мы сделали. Ну и сейчас сразу можно приступить к береговой линии. Чтобы здесь не было такого резкого срыва. Как это делается? Это делается инструментом смусора, ну, размытия. И сейчас мы попробуем это сделать. Вот мы будем размывать. Вот уже видно, что размывается. Это более такой пологий вариант. Слишком сильно можно не стараться. Нам важно, чтобы вот здесь сверху было более аккуратно и гладко. А вода у нас все закроет. Опять же, может быть, можно было не делать так глубоко. Вот, и чуть-чуть, чем больше я вот здесь ввожу, тем более такой вот размытое получается край. Вот здесь вот такой пологий сделаю вариант. Вот уже это похоже на берег. И трасса идет вдоль берега. Здесь тоже все аккуратненько сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА не буду доводить до совершенства потому что это уже такой процесс творческий это можно делать в процессе потом еще 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 добавлять вот эту вот плавность мы еще сейчас сделаем конечно вот эти вот горные возвышенности и все станет еще более симпатично и для того чтобы эти возвышенности сейчас делать мы возьмем наконец вот этот первый инструмент очень хорошо когда мы используем какие-то интересные кисти почему потому что в действительности горы никогда не бывают абсолютно ровными и гладкими но опять же все это можно делать поэтапно можно сначала сделать небольшие приподнятости с помощью инструмента вот этого подняться по высоте а затем уже доводить до изящества с помощью этого инструмента я сейчас не буду опять же стараться сделать все идеально поскольку на идеальный результат требуется время усидчивость усердие это очень интересный творческий процесс но он такой индивидуальный и я думаю что тот кто попробует это делать увлечется и будет доводить до совершенства свой собственный мир ну я возьму простую наверное сначала кисть и сначала посмотрю какой у нас размер кисти вроде бы такой не очень большой попробую немножко больше и на небольших таких фрагментах вот что происходит а происходит видите что у нас сразу выросла огромная какая-то скала которая в общем-то слишком велика давайте отменим с чем это связано это связано вот с этим параметром вот сейчас уже не так сильно но если я держу вот так вот двигаю по одному месту мышь то соответственно гора еще растет и растет для того чтобы сделать ее немножко меньше можно нажать клавишу shift и вот чуть-чуть у нас она обрезается но тоже очень аккуратно можно поменьше сделать еще это значение чтобы не так резко вырастали наши скалы и вот мы видим такими острыми пиками это все дело происходит потому что все таки размер кисти маловат но опять же потом можно это сделать с помощью инструмента сглаживания сделать аккуратнее ну вот мне хочется попробовать другой вид кисти вот как раз получается более такие аккуратные насыпи вот там где у меня прорисованы здесь я немножко не попала увлеклась показом инструмента вот там где наши возвышенности были нарисованы там должна быть высота но вот здесь у меня совсем все очень грустно и вы видите что уже приходится вращаться по разным направлениям но будем считать что здесь такая вот какая-то странная гряда я использовала разные виды кистей ты сейчас как я обещала я не буду слишком сильно много искать красоты я просто вот делаю такими быстрыми мазками достаточно приподнимаю поверхности и как вы понимаете сейчас вот то что я нарисовала эти текстуры заранее мне значительным образом помогает поскольку я уже вот эти вот те части которые должны быть выше я их вижу как на плане я просто их отрисовываю если как делают обычно многие есть уроки посвященные созданию миров unity с помощью террейна и начинают с первого инструмента сначала сделать возвышенности а потом их подкрашивать принципе так тоже можно но мне кажется что правильнее сначала сделать набросок нашего мира то есть каким он должен быть ну вот примерно так я помню что в общем-то у авторов здесь вот тоже все так достаточно приподнято и открою небольшую тайну можем взять даже вот такую вот кисть которая заключается в том что когда создается какой-то мир для того чтобы игрок из него не выскочил внезапно в никуда всегда по кромке по периметру делается приподнятость то есть что вот дальше гора и собственно на гору лезть не обязательно то есть он всегда таким образом примерно обводится конечно вписывается в концепцию где-то выше где-то ниже но так чтобы везде по периметру вот эта возвышенность было чтобы не было обрыва непонятного ну вот примерно таким получился сейчас наш мир и чего здесь не хватает если посмотреть на наш образец еще вот сейчас мы вернемся к текстурам не хватает песка на берегу мы сейчас его набросаем и вот здесь вот я слегка перестаралась закрыла трассу тоже нужно это все дело подправить можно немножко приблизиться сделать есть потоньше и вот как раз таки этой кистью вернуть высоту чтобы трасса наша не страдала возвращаем вы видите как удобно мы как художники как творцы берем и делаем то что мы хотим то что нам нравится так вот здесь еще я потеряла забыла сделать возвышенность для разнообразия сделаю другую пусть будет такая может быть чуть-чуть такой но здесь вот уже пошли пики они мне нравятся все таки я отмену и возьму вот эту кисть и поменьше этот параметр вот сейчас могу немножечко смазать это тоже чтобы не были такими резкими и постепенно вот они даже немножко опускаются так ну что сейчас еще нарисуем немножко песка это нам нужны текстуры и тоже мы можем использовать какие-то другие кисти может быть даже эти ну либо вот такую кисть сейчас посмотрю с этой настройка будет ли все хорошо рисоваться да рисуется вот песок там засветка это свет ничего страшного настройки света вот уже немножко в другом ракурсе смотрю все в порядке посыпем песочком вот можно уже по ландшафту который имеет некую форму это все делать и сейчас я уже фактически импровизирую я не смотрю на образец потому что это мой мир я хочу сделать его таким каким он мне представляется так ну что будем считать что я почти все сделала кроме одного у нас нет воды и хочется по этому миру погулять и еще у нас здесь нет никакой растительности мы помним что в примере у нас еще лежали какие-то камни колеса то есть вот эти мелкие детали здесь вышки стоят еще у нас тоже можно их поставить и это мы сделаем в следующей части в следующей части в следующей части